Всем привет, доброе утречко. Я сегодня решила позавтракать дома, потому что я сейчас поеду на работу, но не в офис. Я поеду на наш завод, который находится в городе Кармеель. И неизвестно, получится ли у меня там позавтракать. Честно говоря, я сомневаюсь, что получится. Поэтому, чтобы не голодать до обеда, я приготовила себе бутербродик с сыром и со сливочным маслом. Все, приятного мне аппетита. Я уже скоро должна выскакивать. Ну все, я бегу на место встречи, где меня заберет коллега. Не успела сегодня накраситься, потому что утро было тяжелым. Я вчера поздно пошел спать, поэтому совершенно не выспался. Утро плакал, не хотел вставать, не хотел одеваться. Ну, на самом деле, обычное дело. Поэтому нужно, чтобы ребенок высыпался. В общем, как я уже сказала, я сегодня еду на работу в город Кармеель, на завод. Но это не завод, на котором производят одежду, это исследовательский завод. Можно даже сказать, исследовательская лаборатория размером с завод. Ну что, мы уже закончили. Я, на самом деле, уже почти дома. Мне надо пару остановочек проехать на автобусе. Прохожу тут по мосту над трассой. Машины мчатся, мчатся. В общем, сейчас прокачусь пару остановочек на автобусе и буду дома. Утомительный был, конечно, день сегодня. Утомительный, но очень интересный. Всегда интересно видеть, знаете, будущее. Потому что на этом заводе... Ну, это реально исследовательская лаборатория. Там делают тесты, там делают эксперименты с тканями. И это реально высокие технологии в сфере тканей и в сфере нижнего белья. Так что это все очень интересно, конечно. Но утомительно очень много информации было. Нам делали прям экскурсию такую. Рассказывали, что есть. Некоторые вещи мы будем делать в наших магазинах. Некоторые просто интересно было узнать для общего развития. Ну, все, я дома. Уставшая, честно признаюсь. Включила себе кондиционер и поудобнее устроилась. Под кондиционером на диванчике, на своем любимом. Хотела я вам сказать пару слов, чтобы вообще объяснить, что здесь происходит, о чем я вообще говорила. Потому что по-любому будут вопросы. Знаю, что все немножко запутано. Дело в том, что компания Delta Galil это очень большая компания, которая по сути состоит из нескольких компаний. Есть компания Delta Galil, которая работает на Global Market. Она работает с такими фирмами, как Calvin Klein, Victoria's Secret, Nike и многие другие мировые бренды. Эта компания как раз таки занимается инновациями, новыми технологиями и так далее. Вот у них мы сегодня были на их исследовательском заводе, скажем так. Есть Delta Israel. Это Delta, которая работает на местный рынок. Это те магазинчики с зелеными вывесками, которые вы видите по всему Израилю. Вот я как раз таки работаю на вот эти вот магазинчики с зеленой вывеской. Я там дизайнер одежды. Также Delta Israel это Fix, если кто знает этот бренд. Ну и также в Delta Galil есть еще несколько брендов. Но я их название вам говорить не буду, потому что оно вам вряд ли что-то скажет, потому что они работают на европейский рынок и на американский рынок. Ну что, я сварганила себе ужин, намяла авокадо с лимонным соком и с солью. И сейчас буду трескать вместе с хлебцами. Вот это мой сегодняшний ужин. Есть дома нечего было, готовить тоже не хочется, поэтому ем то, что есть, так сказать. Но это, кстати, очень вкусно. Авокадо с лимонным соком и с солью. Ням-ням-ням. И смотрю тут на телефончике свой любимый сериал «Подозреваемый». Уже не знаю в какой раз пересматривала его, и мне очень-очень нравится. Классный сериал, рекомендую посмотреть. Ну что, я облачила свою домашнюю униформу в свой комбинезончик. Сижу под кондиционером и греюсь, потому что холодно. Вот сейчас что-то странное происходит. Я сейчас опубликовала видео, блог новый, и он не появляется в ленте подписок. Дело в том, что у меня есть, как вы знаете, несколько каналов. Это значит несколько юзеров. В общем, эти два канала, они подписаны на мой влоговый канал. И сейчас у них в ленте подписок не появляется мое новое видео. Это очень странно. Кстати, это видео набирает достаточно медленно просмотры по сравнению с прошлыми моими влогами. Поэтому что-то странное, короче, происходит. Я не знаю. Глюк, наверное, Ютуба. Надеюсь, что он исправится и покажет мое видео в подписках. В любом случае, я знаю, что очень многое зависит от того, помимо того, что, да, человек должен быть подписан на канал, очень многое зависит от того, нажал ли зритель кнопочку колокольчик, которая находится рядом с кнопкой подписаться. И если эта кнопочка не нажата, скажем так, то есть вероятность того, что новые видео канала, они не будут появляться в ленте. В общем, если вы не хотите пропустить новые видео, то нажмите на эту кнопочку, на эту кнопочку колокольчик. Вот. Буду вам очень благодарна. И я действительно переживаю, что многие мои зрители, из-за того, что у них не была нажата эта кнопочка, сейчас не видят, что вышло новое видео. Потому что видео, которое я сейчас опубликовала, оно набирает просмотры примерно в полтора раза медленнее, чем обычно. Еще перед сном хотела ответить на несколько вопросиков, которые мне задали под прошлым влогом по поводу стоматологии, моей любимой темы. Ну, на самом деле, раз я уже начала эту тему, то почему бы не ответить на эти вопросики. У меня с 14 лет зубы летят. В 25 только смогла поставить брекеты. Я вообще не улыбалась из-за кривых зубов. Уже есть и коронки, и скоро импланты будут ставить. Почему все так у меня? Еще 30 лет нет. Но ничего не поделать. Ну, просто мои мысли как бы написали. Почему все так у меня? Даша, у вас на вид хорошие зубы. Только на вид, к сожалению. Даша, ты пользуешься частной или страховой стоматологией? Долго искала хорошего врача. Я пользуюсь стоматологией от Клолита. То есть я хожу лечить зубы в Клолит Смайл. В принципе, там меня все устраивает. Только очереди очень большие. Очень большие. Это, наверное, единственный такой значительный минус. Вот, в принципе, те врачи, которые работают в больничных кассах, они имеют и свои практики частные. Например, импланты мне делал хирург, который работает в больничной кассе только один раз в две недели. Несколько часов. Вот, то есть, так он работает в частных клиниках. Поэтому я думаю, что особого смысла идти в частную клинику, по крайней мере, ради врача, нет, наверное. Потому что те же самые врачи, которые работают в частных клиниках, они работают и в больничных кассах. Возможно, не все. Возможно, не все. Я не знаю, сто процентов. Но, по крайней мере, многие точно. Долго ли искала хорошего врача? Не скажу, что долго, но искала. То есть, сначала я пошла в поликлинику, которая находится прямо рядом с моим домом. Соседний дом. Сходила туда. Мне там не очень понравилось. Потом я поехала в соседний город. И там я нашла врача, с которой мы нашли общий язык. Это женщина-врач. Вот. И она меня уже вела всю мою сознательную жизнь в Израиле. Мне она нравится. Конечно, она не делает все процедуры, но она мой, скажем так, лечащий врач. Мой лечащий стоматолог, если такие бывают. Вот. Естественно, там врывания зубов, импланты. Уже делал хирург. Два хирурга разные. Хотелось бы узнать о ценах. И если купить страховку, то как дорого обходится стоматология? Цены везде разные. И все, опять же, зависит от вашей страховки. Если купить страховку, но у вас в любом случае будет страховка, если вы будете гражданином Израиля или находиться в статусе постоянного жителя, то есть с видом на жительство, у вас будет страховка. Но очень важно, какая это будет страховка. У каждой больничной кассы есть свои пакеты разные. Более дешевые, базовые, более расширенные. Естественно, расширенные страховки. Я всегда, на самом деле, когда мне спрашивают, какую страховку желательно брать себе, я всегда говорю, самую расширенную. Стоит она недорого. Не намного дороже, чем страховки средней расширенности или базовые страховки. Они, на самом деле, не намного дороже стоят. Вот мы, например, на всю нашу семью, на трех человек, самая расширенная страховка Клолита, мы платим чуть больше 200 шекелей в месяц. Для Израиля это совсем небольшие деньги, но это дает огромные скидки, в том числе и на стоматологию. По поводу конкретных цен, там, например, спрашивали про пломбы, про коронки и так далее. Я, честно говоря, уже не помню. Я знаю, что на сайте моей больничной карты можно найти таблицу с полной расшифровкой каждой услуги, сколько услуга эта будет стоить для пользователей каждой конкретной страховки и так далее. Если я не забуду, то я поищу эту ссылку и добавлю ее в описании к видео. Но, опять же, это только в моей больничной кассе такие цены. В других больничных кассах могут быть другие цены. Я уж не говорю про частные клиники, там могут быть вообще третьи цены. Это чисто, вы знаете, для того, чтобы сориентироваться, какая ценовая политика в Израиле. В общем, на этом я буду с вами прощаться и увидимся завтра, надеюсь. Пока-пока!